На прошлом занятии мы с вами начали изучение экономических проблем социализма в СССР. Эта работа Иосифа Виссарионовича Сталина была написана в связи с тем, что по проблеме подготовки нового учебника о политической экономии возникли целый ряд дискуссий в конце 1951 года. И в связи с возникшими дискуссиями Иосиф Виссарионович Сталин был вынужден ответить на ряд возникших вопросов. Итак, первый вопрос, который мы рассмотрели, это был вопрос о характере экономических законов при социализме. Это мы рассмотрели на прошлом занятии, а теперь наша задача рассмотреть еще один вопрос, который возник в ходе дискуссии. Это вопрос о товарном производстве при социализме. В ходе дискуссии некоторые товарищи утверждали, что партия поступила неправильно, сохранив товарное производство после того, как она взяла власть и национализировала средства производства в нашей стране. Они считают, что партия должна была тогда же устранить товарное производство. Они ссылаются при этом на Энгельса, который говорит, раз общество возьмет во владение средства производства, то будет устранено товарное производство, а вместе с тем и господство продуктов над производителями. Эти товарищи глубоко ошибаются, говорит Иосиф Виссарионович. Энгельс в своей формуле имеет в виду национализацию не части средств производства, а всех средств производства, то есть передачу в общенародное достояние средств производства не только в промышленности, но и в сельском хозяйстве. Из этого следует, что Энгельс имеет в виду такие страны, где капитализм и концентрация производства достаточно развиты не только в промышленности, но и в сельском хозяйстве, для того, чтобы экспроприировать все средства производства страны и передать их в общенародную собственность. Энгельс при этом считает, что в таких странах следовало бы наряду с обобщислением всех средств производства устранить товарное производство. И это, конечно, правильно. Но вот вопрос, как быть пролетариату и его партии, если в той или иной стране, в том числе в нашей стране, имеются благоприятные условия для взятия власти пролетариатом и неиспровержения капитализма, где капитализм в промышленности до того концентрировал средства производства, что их можно экспроприировать и передать во владение общества, но где сельское хозяйство, несмотря на рост капитализма, до того еще раздроблено между многочисленными мелкими и средними собственниками-производителями, что не представляется возможности ставить вопрос об экспроприации этих производителей. Итак, как быть, если обобщислены не все средства производства, а только часть средств производства, а благоприятные условия для взятия власти пролетариатом имеются налицо? Следует ли взять власть пролетариату и нужно ли сразу после этого уничтожить товарное производство? На этот вопрос Иосиф Виссарионович отвечает. Нельзя, конечно, назвать ответом мнение некоторых горе-марксистов, которые считают, что при таких условиях следовало бы отказаться от взятия власти и ждать, пока капитализм успеет разорить миллионы мелких и средних производителей, превратив их в батраков и концентрировать средства производства в сельском хозяйстве, что только после этого можно было бы поставить вопрос о взятии пролетариатом власти об обобществлении всех средств производства. Понятно, что на такой выход не могут пойти марксисты, если они не хотят опозорить себя в конец. Нельзя также считать ответом мнение других горе-марксистов, которые думают, что следовало бы, пожалуй, взять власть и пойти на экспроприацию мелких и средних производителей в деревне, и обобществить их средства производства. На этот бессмысленный и преступный шаг также не могут пойти марксисты, ибо такой путь подорвал бы всякую возможность победы пролетарской революции, отбросил бы христианство надолго в лагерь врагов пролетариата. Что же делать? Иосиф Истерионович отвечает, ответ на этот вопрос дал Ленин в своих трудах о проднологии и в своем знаменитом кооперативном плане. Ответ Ленина коротко сводится, по мнению Сталина, к следующему. К следующим пяти пунктам, как он коротко сформулировал ответ Владимира Ильича. Первый. Не упускать благоприятных условий для взятия власти, а взять власть пролетариату, не дожидаясь того момента, пока капитализм сумеет разорить многомиллионное население мелких и средних индивидуальных производителей. Второе. Экспроприировать средства производства в промышленности и передать их в общенародное достояние. Третье. Что касается мелких и средних индивидуальных производителей, объединить их постепенно в производственные кооперативы, то есть крупные сельскохозяйственные предприятия в колхозы. Четвертое. Развивать всемерную индустрию и подвести под колхозы современную техническую базу крупного производства, причем не экспроприировать их, а наоборот усиленно снабжать их первоклассными тракторами и другими машинами. И пятое. Для экономической же смычки города и деревни, промышленности и сельского хозяйства сохранить на известное время товарное производство, обмен через куплю-продажу, как единственно приемлемую для крестьян форму экономических связей с городом, и развернуть вовсю советскую торговлю, государственную и колхозно-кооперативную, вытесняя из товара оборота всех и всяких капиталистов. История нашего социалистического строительства показывает, что этот путь развития, начертанный Владимиром Ильичом, полностью оправдал себя. Говорят, что товарное производство все же при всех условиях должно привести и обязательно приведет к капитализму. Это неверно. Не всегда и не при всяких условиях нельзя отождествлять товарное производство с капиталистическим производством. Это две разные вещи. Капиталистическое производство есть высшая форма товарного производства. Товарное производство приводит к капитализму лишь в случае, если, как утверждает Иосиф Сергеевич, будет присутствовать три «если». Вот он как расшифровывает эти три «если». Первое. Если существует частная собственность на средства производства. Второе. Если рабочая сила выступает на рынок как товар, который может купить капиталист и эксплуатировать в процессе производства. И третье. Если следовательно существует в стране система эксплуатации наемных рабочих капиталистами. Капиталистическое производство начинается там, где средства производства сосредоточены в частных руках. А рабочие, лишенные средств производства, вынуждены продавать свою рабочую силу как товар. Без этого нет капиталистического производства. Ну а если нет этих условий в наличии, превращающих товарное производство в капиталистическое производство, если средства производства составляют уже не частную, а социалистическую собственность, то если системы наемного труда не существует, и рабочая сила не является больше товаром, если система эксплуатации давно уже ликвидирована, как быть тогда? Можно ли считать, что товарное производство все же приведет к капитализму? Нет, нельзя так считать. Наше общество является именно таким обществом, где частная собственность на средства производства, система наемного труда, система эксплуатации давно уже не существует. Далее, еще одну мысль по поводу товарного производства. Говорят, что после того, как установилось в нашей стране господство общественной собственности на средства производства, а система наемного труда и эксплуатации ликвидирована, существование товарного производства потеряло смысл, что следовало бы ввиду этого устранить товарное производство. Это также неверно. В настоящее время у нас существуют две основные формы социалистического производства. Государственное, то есть общенародное, и вторая колхозное, которую нельзя назвать общенародной. В государственных предприятиях средства производства и продукция производства составляют всенародную собственность. В колхозных же предприятиях, хотя средства производства, земля и машины принадлежат государству, однако продукция производства составляет собственность отдельных колхозов, так как труд в колхозе, как и семена свой собственный, а землей, которая передана колхозом в вечное пользование, Колхозы распоряжаются фактически как своей собственностью, несмотря на то, что они не могут ее продать, купить, сдать в аренду или заложить. Это обстоятельство ведет к тому, что государство может распоряжаться лишь продукцией государственных предприятий, тогда как колхозной продукцией как своей собственностью распоряжаются лишь колхозы. Но колхозы не хотят отчуждать своих продуктов иначе как в виде товаров, в обмен на которые они хотят получить нужные им товары. Других экономических связей с городом, кроме товарных, кроме обмена через куплю-продажи, в настоящее время колхозы не приемлют. Поэтому товарное производство и товарооборот являются у нас в настоящее время такой же необходимостью, как они были, скажем, лет 30 тому назад. То есть тогда, когда Ленин провозгласил необходимость всемирного разворота товарооборота, то есть период НЭПа. Следовательно, наше товарное производство представляет собой не обычное товарное производство, а товарное производство особого рода. Товарное производство без капиталистов, которое имеет дело в основном с товарами объединенных социалистических производителей. Это государство, колхозы, кооперация. Сфера действия этого ограничена предметами личного потребления, которое, очевидно, никак не может развиться в капиталистическое производство, и которому суждено обслуживать совместно с его денежным хозяйством дело развития и укрепления социалистического производства. Поэтому совершенно не правы те товарищи, которые заявляют, что поскольку социалистическое общество не ликвидирует товарные формы производства, у нас должны быть якобы восстановлены все экономические категории, свойственные капитализму. Это рабочая сила как товар, прибавочная стоимость, капитал, прибыль на капитал, средняя норма прибыли и так далее. Эти товарищи смешивают товарное производство с капиталистическим производством и полагают, что раз есть товарное производство, должно быть и капиталистическое производство. Они не понимают, что наше товарное производство коренным образом отличается от товарного производства при капитализме. Довольно абсурдно звучит теперь при нашем строе слова о рабочей силе как товаре и о найме рабочих. Как будто рабочий класс, владеющий средствами производства, сам к себе нанимается и сам себе продает свою рабочую силу. Столь же странно теперь говорить о необходимом и прибавочном труде, как будто труд рабочих в наших условиях, отданный обществу на расширение производства, развитие образования, здравоохранения, на организацию обороны и другие государственные вещи, не является столь же необходимым для рабочего класса, стоящего ныне у власти, как и труд, затраченный на покрытие личных потребностей рабочего и его семьи. Следует отметить, что Маркс в своем труде критика годской программы, где он исследует уже не капитализм, а между прочим первую фазу коммунистического общества, признает труд, отданный обществу на расширение производства, на образование, здравоохранение, управленческие расходы, образование резервов и тому подобное, столь же необходимым, как и труд, затраченный на покрытие потребительских нужд рабочего класса. То есть в основе труда это покрытие потребительских нужд. И в заключение Иосиф 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 Иосифович говорит, я думаю, что наши экономисты должны покончить с этим несоответствием между старыми понятиями и новым положением вещей в нашей социалистической стране, заменив старые понятия новыми, соответствующими новому положению. Мы могли терпеть это несоответствие до известного времени, но теперь пришло время, когда мы должны наконец ликвидировать это несоответствие. На этом он заканчивает рассмотрение вопроса о товарном производстве при социализме.